ПЕСНЯ 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 Пытается Сергей Никулин забросить шайбу на Максима Битейкина. Пока не получается. Пытается быстро очень действовать хоккеисты сейчас. Но пока эта быстрота не поддерживается качественными передачами. ПЕСНЯ 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 Сергей Якунин девятый, Юрий Михайлов двадцать пятый, Сергей Никулин тридцать девятый. И Вячеслав Соловьев играет под двадцать седьмым номером. Составами закончили. Атака опасная. Бросок, правда, не очень получился у Дениса Иванова. И смотрим за развитием атаки уже в сторону ворот Семцова. Никулин на паузе. Продолжает контролировать шайбу. Уходит в углу площадки. Навязывает ему там борьбу. Сразу два игрока в белой форме. Но до шайбы не добираются. Судейская бригада на этот матч следующими людьми представлена. Два лайнсмана. Павел Двореченский и Геннадий Мещеряков. И главный арбитр матча Валерий Симонов. Скидка на пятах. Бросок. Как было сейчас горячо и опасно. Продолжается атака с рукав. Не было его вчера тоже в матче. И проблема определенно испытывали хоккеисты Семцова при обороне своих ворот. Первая пара, по сути, отсутствовала в первом матче финальной серии у Семцова. Олег Смагин и Кирилл Струков. Потеря. Бросок. Суббойной дистанции шайба идет и мимо. И свисток у нас раздался. Остановка. Валерий Айсимов сейчас нарушение численного состава показывает. Иван Иванов едет отбывать командный штраф. Что ж. Ну вот, первая у нас игра в неравных составах в этом матче на истечение четвертой минуты. Горнов ставит корпус. Сохраняет шайбу под давлением Сергея Якунина. Попадает под Киреева и продолжает бороться. 14-й номер Семцова. Расказов. Перевод шайбы на Полякова. Павел выбрасывает шайбу в нейтральную зону. Но контроль остался за хоккеистами в белой форме. Правда, положение не игры. Они сейчас заехали. Остановка. Павел Поляков с шайбой. Такой универсальный игрок обороны, который одинаково хорошо действует в своей зоне. И очень неплохо умеет подключаться. В атакующие, да, что называется, схемы своего звена. Остановка у нас по причине того, что шайба ушла за пределы площадки. И минута 17 секунд еще играть Семцова в меньшинстве. Пока очень неплохо они справляются с этим недостатком одного игрока. На льду ни одного момента не создали хоккеист в зеленой форме. Может быть сейчас в игру набрасывания. Никулин под давление попадает Сотикова. И заставляет ошибаться защитник Семцова, своего опрекуна. Губанов продирается по правому флангу. Уходит ворота. Скидка. Сотиков залп в ближний угол. Видел еще ячменя. Оп. Еще один момент. Пас надали штатку. Бросок не дает. Не дает пространство. Губанову. Контратвет. Ах, как сейчас хорошо выстрелил Битейкин в ближний угол. Кончиком ловушки сейчас сыграл Владимир Балкин. Вратарь Семцова. Жесткое столкновение Федяева с Павлом Глушковым. Глушков не выключается из борьбы. Навязывает прессинг. Но до шайбы не набирается. Сергей Никулин сталкивается с Олегом Смагиным. И снова Семцова выбрасывает шайбу. 25 секунд до выхода пятого полевого игрока. Федяев разгоняет атаку хоккейной команды Дон. Нет, не фиксируется никакого удаления. Можно играть. Показывает Семенов. Никулин задумался на мгновение. И Канин воспользовался этим. Лихой вираж пытается вылезти в одиночку сейчас. 23 номер на свидание с вратарю. Не получается. Продолжается. Продолжалась атака Семцова. Пасом продольно на дальнюю штангу. Перехват Битейкин. Замыкание. Малкин. Уверенно действует вратарь Семцова. Ловит шайбу намертво в этом опасном контур-выпаде соперника. Владимир Малкин. Тяжелый был для него первый матч серии. Напомню. В течение 76 первых секунд первого матча две шайбы было заброшено Доном. И казалось уже некоторым болельщикам, которые на трибунах сидели, то, что все, игра сделана. Но нет. Семцова поборолась. Бросок. И шайба попадает в ворота. Сергей Бочаров открытым броском сумел все-таки поставить неразрешимую задачу для голкипера соперника. 1-0. Семцова открывает счет. Едва они выстояли в меньшинстве. Тут же в полных составах проводят лихую контратаку, которую завершает Сергей Бочаров. Возобновилась игра. Беша. Очень активен был Денис Беша в первом матче. Ну и сейчас, в принципе, тоже, как мы видим, пытается заниматься разгоном атаки. Хороший пас Нагорного. Проход по флангу. Через трафик и паста проходит на Бочарову на шайбосходе с крюка. Рассказывал передача. Нет скорости у Юрия. Проброс. Юрий Рассказов. Автор первой шайбы финальной серии. Сейчас он против Павла Лужкова на точке. Воскрестил клюшки и выиграл бросование для своей команды. Выход из зоны чистый. Вторым темпом пытался сейчас сыграть Красников. И чуть было не ошибся. Кирееву приходится возвращаться. Поляков. Снова, как всегда, надежно действует этот защитник. И что? Может получиться атака, если бы пас поточнее. Его рассказывал, пока не клеится игра. И Кунин. Пытается отдать передачу из-под давления. Не получается. Денис Иванов играет просто. Выбрасывая шайбу на ход партнера. Им оказывается Павел Лужков. Прострел. И шайба-то дошла до Губанова. Попытался он вроде бы и принять ее чисто. Но в итоге отскочила шайба с крюка до капитана Сенцова. И пошла на противоходе движения вратарю. Обошлось. Обошлось для Лебедянца. Дон представляет Лебедянь. У нас бросок в ближний угол от Киреева. Интересная техника выполнения броска у пятого номера Дона. И продолжается игра. Бочаров на этот раз уже по левому флангу продирается. Жестко против него действует Киреев. Тем не менее контроль остается за Сенцова. Навязывание борьбу. Губанов ее выигрывает. Сотяков бросок в дальний угол зацепил шайбу ловушками Ячменев. И игра продолжается. Контр выпад. Сергей Никулин. Лезет сам. Уходит от Смагина за ворота. Ожидает подключения партнеров. Есть подключение. Михайлов. Бросок заблокирован. Кирееву не получается совершить добивание. Не самый удобный пас на Бочарова. Но тем не менее все равно. 2 в 1 сейчас ситуация. Пас на дальний штангу. Прыгает шайба. Неудобно было принимать с такой передачи Денису Иванову. Поэтому только борьба. Никулин. Навязывает прессинг Струкову. Но Струков готов к этому оказался. Михайлов шайбой находит Чуносова. Чуносов ювелирная подкидка на правый фланг. Куда подключается Бетейкин. Подключение уже Никулина от Бетейкина. Бросок Беша вовремя подставил. Сейчас клюшку. Шайба взмыла воздух. И остановка у нас связана как раз с тем, что кто-то сыграл высоко поднятой клюшкой. Обрасывание переносится в нейтральную зону. Девятая минута подходит к концу первого периода. Второго матча финальной серии «Лиги любитель» 1-0. Сенцова пока впереди. Палыша и Бонолёт. Пока стоит отметить то, что Дон лучше смотрится в единоборствах. На точке вбрасывания. Не совсем, чтобы уж совсем, да. Но всё-таки важные выбрасывания зачастую выигрываются в хоккеистом в зелёной форме. Никулин. А какое замыкание от Чулносова. И выручает Малкин. Открытый хоккей сейчас в этой смене демонстрирует команды. Снова Никулин. Снова у него есть коридор. Входит он в зону. Шайба чуть было не сошла с крюка. Обошлось. По привычке уже полез 39-й номер за ворота. Помогают ему сейчас партнёры. Подключение достаточно читаемое на Якунина. Якунин уходит от давления. Который ему навязывал Иванов. Едет сам. Добивание состоялось. И вроде бы успел накрыть защитник Семцова. Нападающий на Даништанге. Но тот всё равно нашёл возможность поразить пустой угол ворот. 1-1. На 10-й минуте первого периода счёт у нас становится равным во втором матче финальной серии. Денис Чуносов ассистировал Максиму Бетейкину. Но Дон, почувствовав кровь, сейчас пытается закрепить успех. Не получается. Канин на открытое пространство. У него есть время для набора скорости. Лезет он вперёд. Цепляет его там игрок защиты. Сталкивается он с вратарём. Игра по этой причине остановлена. Ждём, что скажет Валерий Симонов. Показывает он задержку соперника Клюшко. И указывает на скамейку штрафников. Хоккейной команды Дон. Сергей Якунин отправляется на малый штраф. У обоих коллективов есть очень сильные индивидуальные игроки. Которые ещё обладают классными скоростными качествами. Которым только дай, что называется, чуточку до свободного льда. Тут же воспользуется им для набора скорости. И держи их, попробуй. Киреев попробовал проверить сейчас бдительность вратаря соперника. Поточнее пошёл бы бросок. Может быть и пришлось бы действовать. Малкино. Говорно в ложный замах. Прокидывает он шайбу. Себе же на ход на лицевой борт. Бетейкин пытается отобрать шайбу. Не получается. Киреев помогает. Один совершенно Киреев на таком виражном катании. Он убивает время передачи на рассказов. Рассказов на Бетейкина. Бетейкин на Полякова. Поляков успевает на борт. Дальше перевод на Киреева. Киреев открывает сейчас возможность Бетейкина. А тут выбрасывает шайбу. Пытаясь попасть в створ ворот. Но не получается. Малкин на чеку. Минута 20. Ещё есть у Сенцова на реализацию лишнего. 1-1 счёт. Ход в зону. Бочаров себе же на ход в углу площадки. Киреев. Подключение Бетейкина. Контроатака. Сергей Николин. Выход 0. Бросок. Малкин парирует его. Смагин играет на подборе. Вот так вот сейчас могли. Хоккеисты Дона отличиться в меньшинстве. Малкин сказал нет. Бетейкин. Пас на Николь. Бросок. Уверенно действует ловушка сейчас у врата Арсенцова. Оставляет шайбу в игре. Сотиков. Читаем и пас на Глушкова. И перехватывает его Бетейкин. Подключая Сергея Никольна. Который всё-таки находит возможность для того, чтобы подключить уже в свою очередь Дениса Чуносова. Чуносов читал передачу Дениса Иванова и сумел перехватить инициативу соперника. 20 секунд. До выхода пятого полевого игрока в составе Дона. Не получается бросок у Дениса Иванова. Шайбун, тем не менее, не теряет. Вот только если сейчас. Бетейкин. Реактивный Бетейкин. Он вырывается. Снова 1-0. Бросок. Снова Владимир Малкин выручает своих партнёров. Два шикарных момента имели хоккеисты Дона. При том, что они играли в меньшинстве. В полном составе Дон. Якунин должен успеть на эту передачу. Успевает. Беша не дотягивается. Пусть даже и в падении до этой шайбы. Правда, Денис Иванов подстраховывает своего защитника. Пас на Губанова. Губанов слишком поздно развернулся в сторону передачи. Ченосов оценил ситуацию. Лезет самостоятельно. Бросок. Рикошет от клюшки Струкова. Не опасный для вратаря. Хорошо играет Павел Поляков. Закрывает он шайбу в зоне. Прострел на усы. Где пытался открыться Сергей Никулин. Не получается. Губанов пытается продавить Бетейкина. И это ему удается. Шайба у 17-го номера. Резкий вираж за воротами. Избавление от опеки. Пытается помочь Павел Лужков. Беша протыкает шайбу себе на ход Сергей Никулин. И рвется вперед. Снова за ворот его оттесняет оборона. Сложным ему приходится. Вираж. Приключение Якунь. И передача сразу же на Ченосово пошла. Но Беша прочитал развитие атаки от соперника. И сыграл на перехвате. Без остановок у нас идет концовка первого периода. Что подтверждает мастерство играющих команд. И вот сейчас тоже рискованно действовал Владимир Малкин. Но все-таки оставил шайбу партнерам. Попытка уйти в контратаку через диагональный пас на левый фланг. Считается. Это возможность Сергеем Шишковым. На перехвате он очень уверенно сыграл. Неудобный сейчас такой навесной пас. Да, в сторону Сергея Горного. Пытался он, конечно, дотянуться хоть чем-то, хоть как-то до этой передачи. Но не получилось. Последняя минута уже у нас давно идет. Бочаров под давлением Рассказов оказался, поэтому не стал рисковать. Подключил Смагина. Смагин на лихом вираже уходит от давления Киреева. Киреева это не успокаивает. Пытается он снова поддавить решение. Да, что называется, защитника. Атака доходит до Бочарова. Бочаров. Кому? Ох, Сотикову пришлось. Рывок сейчас делает для того, чтобы не обрезаться. И 2 в 1 ситуация. Бросок в ближний угол. Ищвенев успел. Последний момент закрыть ближнюю штангу. Контроль остается за белыми. 5 секунд. Наброс. Опасно. Шайба не фиксируется. Ищвеневым попытка добить от Бочарова не получается. Пас на пятак Горного уже после свистка прозвучал. Таким образом, первый период второго матча финальной серии Лиги любителей закончился. 1-1. И все готово к началу второго периода. Второго матча финальной серии Лиги любителей, где встречаются команды Эдон и Сенцова. Ничья по итогам первого отрезка матча. 1-1. Сразу же капитан Сенцова прорывается вперед. Бросает, пытаясь поймать на противоходе вратаря. Не попадает в створ. Из борьбы Шайба уходит за пределы площадки на скамейке запасных Сенцова. Игра продолжится. Вбрасывание в зоне хоккейной команды Дон. Снова отмечаю лучшую игру на точке в исполнении хоккеистов в зеленой форме. Чаносов. Подключение Никулина. Подключение иногда складывается, что Никулин играет по две смены подряд. Постоянно он мелькает. Один из самых активных игроков в составе Лебедянцев. Ну, если уж на то пошло, у Сенцова можно отметить, конечно же, в первую очередь, Сергея Бочарова и Вадима Канина. Ну и, конечно же, не теряет до марки Александр Губанов, который регулярно в сменах создает моменты за счет своего силового продавливающего стиля. Также среди игроков Дона, конечно же, Максим Бетейкин. Реактивный Максим, который, кстати, отличился с заброшенной шайбой. Незабавный момент. Оба хоккеиста уехали от шайбы. И играть-то можно, показывает один из лайнсманов. Беша хладнокровно играет под давлением. Уводит сейчас передачу на Губанов. Губанов продавливает снова защиту. Пытается бросить. Подставлена клюшка. Снова борется на этот раз Денис Иванов. Такие две башни в атаке сейчас в этом звене. У Сенцова, Иванов и Губанов. У обоих одинаковый стиль. Силовая манера игры. Сложно приходится в защите соперника, когда у этих двух идет игра. Киреев. Еще один активный участник жизни Дона. Бросок хороший получился у Красникова. Но и настолько же классно действовал Владимир Малкин, поймавший обувь ловушку. Слово сказать, непростой был выстрел. Во-первых, в одно касание. Вратарю приходилось перемещаться. И заранее уже определять, да, что называется, реагировать на этот выстрел. И к тому же сложность добавила то, что у Красникова бросок пошел по неприятной высоте для вратаря. Где-то примерно между рукой и ногой. Между щитком и ловушкой. Не проблема для Малкина. Игра продолжается. Федяев. Никули на паузе ошибается. Горнов близок был перехватом. Причем две попытки у него было. Не сумел ни одной из вас пользоваться. Перевод неудобно. Чуносову продолжает атаку. Бросок Битейкина с открытой дистанции. Справляется Малкин. Выбрасывает шайбу в хоккейной команде Сенцова. Проброс. Вадим Канин на ваших экранах. С сольным проходом своим в контратаке он пытался вернуть Интриву в матч под номером один. После его заброшенной шайбы. Счет стал 2-3. Но, как уже мы все знаем и понимаем, это не спасло Сенцова от поражения в первом матче серии. Бросок. Уверенно. Сейчас действовал Михаил Ищвенев. Нижнюю шайбу поймал ловушку. И здесь уже Дон ошибается, пытаясь убежать в контратаку. Неточный пас последовал на проброс. Виктор Суслов сейчас, похоже, какие-то изменения вносит в игру. С Виньев сейчас появилась на льду пара оборонцев. Сотников и Смагин. И, ну, сейчас тоже понятно то, что Струков выходит с Бешей. Бетелькин. На подкат Полякова бросок. Малкиен. Очередной уверенный сейф. Попытка подключить Никулина на ближнюю штангу. Сразу три игрока Сенцова караулили эту зону. Ответ. 3-2. Бросок. Зацепил шайбу ловушка Ищвенев. Наобросный пятак сразу же от Губанова. Шайба не доходит до Глушкова. И здесь досталось там Кирееву. Да, не встает он. Ну, вот самостоятельно Андрей Киреев встает. Вот, хромает. Видимо, потребуется все-таки ему медицинская помощь. Будем надеяться то, что Андрей никаких серьезных повреждений не получил в этом эпизоде. Судьи свящаются. И начинают сейчас, возобновят они игру, бросиванием в зоне хоккейной команды Дон. Снова зеленые выиграли вбрасывание. Но опять-таки слишком спокойно пытался избавиться от шайбы Якунин. Перехват. Губанов грузил передачу на дальнюю штангу. Закрыл зону струков. Уходит от опеки в исполнении Красникова. Перевод на ближайший штангу. С убойной дистанции Губанов. И где шайба? Шайба все-таки оказалась под Ячменевым. Свисток раздался. И дальше уже. Такие, знаете, у нас борцовские приемы пошли. Но опять-таки без лишних эмоций команда понимает то, что выяснение отношений при ничейном счете не самое лучшее решение своих задач. Но опять-таки все друг друга знают, понимают. Так что уже какой-либо личной неприязни в финальной тем более серии места этому не должно быть. Сотиков дерзко пытался проскочить. Не получилось. И пытается уже в ответ идти Дон. Невежан там сталкивается в борьбе с Соловьевым. Падают оба. И шайба вот так вот простенько выносится из зоны Синцова на проброс. Много остановок у нас. Во втором периоде команда играет с дальними скамейками. Может быть, как раз и это влияет на игру. Приступили хоккеисты к игре. И выиграли вбрасывание на этот раз хоккеиста Синцова. Пас неудобный. Невежан перехват. Сразу же подключает Бочаров. Бочаров коротенечко так на Канина. Канин из-под защиты. Хлестко, мощно. Но все равно Ячменев справляется. Смагин. Как справлять сейчас обработка этой непростой передачи. И пас проходит на Канина. Выход шайбы с лицевого борта. Попытка атаковать с острого угла. Нет. Ячменев закрывает ближний угол. Сватикав. Неудобный пас. Невежан. Невежан подстроился Бочарову. Идет сейчас ответственность. Да. Развитие атаки. Ах. Ненужный финт этот был Бочарову на синей линии. Идет Бетейкин в атаку. Бросок. А как прыгает шайба на дальнюю штангу. Но там никого не было. Федяев. Бетейкин снова на синей линии. Получает шайбу. Подкидка. Лихай. Начинался момент. Который мог сейчас завершиться голом. Если бы не Владимир Малкин. Невежан. Цепляется за передачу. Входит в зону. Скифей. Бросок неточный получился. И свисток прозвучал. Пытался сейчас оспорить решение принятия положения вне игры с лайнсменом Вадим Канин. Но понятное дело то, что принятое решение очень редко. По-моему, я ни одной даже в практике не помню, чтобы судьи пересматривали свое решение. Ну что ж, возобновляется игра. 1-1 на шестой минуте второго периода второго матча финальной серии Лиги Любители. Дон Сенцова пока не могут выяснить, кто сильнее во втором матче. Милкан. Беший образок блином играет сейчас Ячменев. Шайбу выбрасывает сейчас Дон сопернику, но в нейтральную зону. Струков пока не виден этот атакующий защитник. В действиях в атаке своей команды. Вот сейчас он, кстати, пытается возобновить, да, восстановить свое реноме. Уход за ворота. Скидка на дне штангу с выезда. И не было там никого. Все полезли на центр пятака. Красиков. Тонко играет Александр. Находит он Рассказов. Рассказов. Диагональ в углу площадки на Киреева. Киреев оставляющий Абьяконеву. Бросок. А Малкин играет надежно. Не сказать, чтобы высокий темп в этой атаке был в исполнении Дона. Но качество передач, конечно, высочайшего уровня продемонстрировали хоккеисты в зеленой форме в этой своей смене. Благодаря чему удалось им такую вот комбинацию нарисовать в зоне соперника, который завершился очень даже неплохим броском Сергея Якунина. Шишков. Чуносов пытался в касание найти Битейкина. Не получилось. Горного там обесклюшили. И причем обесклюшили так, что инструмент был поломан. Атака продолжается. Грамотно действует. Защитник Сенцова. Один против двух. Сейчас Бочаров бросает он, пытаясь поймать от момента выхода шайбы из-под защитника. Ячменева не смутила. Битейкин. Под давление двух игроков попадает. Пытается вылезти на центр. А там уже достаточно уверенно действует Горнов. В своей зоне ответственности Федяев. Никулину. За спину убежал Чуносов. Бросок. Шайба под Малкиным оказалась. Почувствует голкипер. И на шайбу накрыл. Набрасывание. Выграно Доном. Наброс. Самотвежно действует сейчас Сергей Горнов. Облокирует этот выстрел. Тяжело встает Сергей. Досталось, видимо, ему. Прихрамывает и катит скамейки запасных. Никулен. Пытается найти кого-нибудь из партнеров. Находит Федяев. Федяев на ближний угол. Там Малкин. Просто играет Федяев в этой финальной серии. При любой возможности, если он находится в атаке, совершает бросок. Либо простой наброс. С задачей просто. Главное довести шайбу до пятака. А там рикошет, подставление, отскок. В общем, может случиться все, что угодно. Поэтому почему бы и не. И Расказов вроде бы разворачивал клюшку под передачу. Но все равно резиновая. Разминулась его крюком. Из борьбы не выключается. 88 номер. Так же, как и соперник. Струков. Губанов с места набирает скорость. Врывается в зону. Бросок из-под защитника. Поляков максимально, как только мог, погасил скорость полета шайбы. В итоге, достаточно простой добычей было это для Ичменева. Понимает защиту Дона. То, что открытые броски совершать Александру Губанову с середины зоны атаки. И непозволительная роскошь для соперника. И непозволительная трата нервов и настроения для своего вратаря. Губанов пытается продолжить выход из зоны через Дениса Иванова. Иванов играет просто и надежно. Причем прокидывая шайбу в сторону Александра Губанова. Губанов пытался помочь своему капитану. Как мы видим, не получилось. Дон. Уход за ворота. Струков на лихом вираже уходит от опеки. И подключает пасом через борт Александру Губанову. Губанова пытался затормозить Поляков, который очень глубоко, кстати, встречал. Развитие атаки соперника. Ну и очень все это ему удалось. Иванов пытается играть на ближнюю штангу. В одну касание. Там Ичменев помогает в своей защите. Сошла шайба с крюка. И шайба у нас аж за пределы площадки улетела. Достаточно большое количество зрителей наблюдается в ледовом на втором матче финальной серии Лиги Любитель. Разные тут личности собрались. И в том числе и те, которые будут выходить на второй матч этого игрового вечера. Напомню то, что 12 июня назначена переигровка третьего матча между командами «Звезда-2» и «Колос». Переигровка третьего матча полуфинального раунда. Бочаров. Пауза. Бросок хитрый. Но не для Ичменева. Отскок, правда, был от вратаря Дона. И на это как раз рассчитывал Владимир Канек, который шел на добивание. Никулин. Ответ Дона наблюдаем сейчас с вами. Чунносов. Вроде бы и габаритом-то уступает большинству игроков соперника, но все равно умеет ставить эти самые габариты так, что не подберешься. Сейчас он выиграл борьбу для Никулина. Бросал тот ближний угол. И еще одна возможность. Федеев наброс. Нет, это щелчок. Малкин в последний момент увидел шайбу и сбросил ее. Как на зойливую муху в угол. Открытая позиция. Никулин в штатгу отправляет. Снаряд. Продолжается атака. Малкин успевает закрыть угол. Пожарищи просто усилцован на своей пятачке. Пытается шайбу накрыть сейчас. Кто там? Канин, да, по-моему. Или Бочаров. Свалка. Три игрока лежат сейчас на льду. И все-таки остановка. Гудят болельщики. Гудит скамейка запасных Дона. Читает то, что там была, что, задержка игры. Как раз сейчас Красников выясняет, что же это было у судей. Одиннадцатая минута подходит к концу. Второй матч финальной серии Лиги Любители. Один-один. Выгла вбрасывание команда Сенцова. И пытается идти вперед Иванов. Не получается. Неточный пас на Красникова. Который больше на Струкова пошел. Беша. Самотвежно сейчас перекрывает путь прохода шайбы на правый флан. Красников. Тем не менее, как мы видим, атака все равно продолжит. Сусенцова. Бросок. Ечменем закрывает ближний угол. И оказывается в этом полностью прав. Так вот, очень колоритно смотрятся два крайка в первом звене у Сенцова. Да, Губанов и Денис Иванов. И центром в этом звене действует Павел Лужков. Не самый габаритный игрок. Но тем не менее, своей настырностью, своим игровым интеллектом он, конечно же, компенсирует недостаток в габаритах. Киреев, как всегда, неприятный с кистей бросок. Но Малкин с ним справляется. И смотрите, у нас может сейчас, да, контратака совершиться. Губанов выигрывает скорости. У Полякова. Поляков его настигает, потому что уже поле-то закончилось, да, там лицевой борт начался. Отбились хоккеисты Дона. Сруков. Мягкий пас на Павла Лужкова. Приходится ему тормозить. И понимает Павел то, что приходится вот так вот избавлять со шайбой. Сруков своей настырностью сейчас добился полумомента, который может завершиться очень даже неприятно для Михаила Ищменева. Обошлось. Тринадцатая минута идет. Все тот же Струков. Все так же через борт. На этот раз Поляков уже раскусил, замерзил соперника. Никулин теряет шайбу из-за обидной ситуации. И этим может воспользоваться Губанов. Бросок. Шайба не побывала в воротах. Или все-таки да. Мощный выстрел у Александра Губанова. Звон штанги слышали, я думаю, все. Ну, знаете, что-то мне подсказывает, то, что без видеопросмотра не обойдется. Ну что же, шайба засчитана. И уже Сенцова снова выходит вперед в этом матче, во втором матче финальной серии. Ну, тем интереснее. Для нас пока потенциально счет серии будет равный. Ну, правда, забегать вперед не стоит. Только концовку второго периода. Ну, наблюдаем. Никулин. Бросок. В ближний угол пытался попасть Никулин. И вроде бы так по движению, да и по звуку попал. Только Малкин очень уверенно сыграл в ближнем бою. Какой финт от Бочарова. Уехал от всех. Оставил шайбу в Канину. Успел подставить щиток под этот выстрел. Михаил Ичменев. Летейкен. И Содиков выбрасывает шайбу. Нейтральную зону. Остановка в связи с тем, что был сыгран эпизод высоко подятой клюшкой. Возвновилась встреча. Федяев. Безобидная ситуация сейчас не принимает эту передачу Сергей Никулин. Ну, там шайба, конечно же, немножко, да, так на ребре шла. Но все равно с таким исполнительским мастерством, который есть у Сергея Никулина, надо было, конечно, справляться с такой передачей. В итоге проброс от Сенцова. Пытается Дон сейчас что-то соорудить. Здесь бросок сходит. Шайба с крюка у Якунина. Губанов. Сходит шайба и у него с крюка. Ичменев играет в ближнем бою. Клюшкой раз, клюшкой два. И шайба сбрасывается в борт. Беша. Иванова жестко прессингует Якунин. Обещанно сохраняет контроль. Глушков слишком жестко принимал эту передачу. И здесь пас снова непонятно на кого. Киреев между шайбой был и с Красниковым. Передача вроде на Бочарова, но в итоге пошла на ногу Бамову. У Бочаров шайба остался с рукав. И передача-то почти прошла. Сейчас мечется снаряд. Приходит Красников. Красников замах. Бросок в ближний угол. Шайба развинулся со штаны. Закрыл зону Якунин. Какой рикошет, который все-таки приводит к тому, что контроль за Беши оказывается. Наброс в зону соперника. И заканчивается у нас второй период. 2-1. Уходит на второй перерыв. Сенсово с преимуществом в одну шайбу. Что же, третий решающий период второго матча финальной серии между командами Сенцова и Дон. 2-1. Выходит на третий период во втором матче Сенцова с преимуществом. Напомню, проиграли они первый матч этой серии со счетом 2-4. Понятное дело, еще рано говорить о итогах до второго матча. Все самое интересное ждет нас впереди. Смотрим. Федяев шайбой. Никулино пока достаточно спокойно действует Дон. Но оно и понятно. Действуют они пока в своей зоне. Дальний пас на Ченуасова. Цепляется за эту передачу Денис. И находит, более того, да, спинным мозгом буквально руки Никулина. Никулин пытался отдать обратную передачу. Обрез. Бочаров. А это пас и тащит Ячменев этот бросок. Очень хитро действовали сейчас атакующие игроки Сенцова. Но обхитрить последний, да, форпост соперника не смогли. Оставляет шанс на победу Михаил Ячменев в своей команде. Выиграна борьба. Павел Лужков протыкает шайбу. Пытался, точнее, протынуть шайбу на пятак. Не получилось. Киреев отыгрывается с Павлом Поляковым. Поляков сразу же теряет шайбу. Но опять-таки не по своей воле бросок от Губанова. Сильный в дальний угол тащит Ячменев. И нет проброса. Шайба не дошла до лицевого борта. Губанов накрывает в нейтральной зоне. Красников. Передача вроде бы на Киреева. Но в итоге пятерка другая нашла шайбу. Павел Лужков. Беша. Быстрее он оказывается Поляковым. Но Поляков габаритнее. Прорывается вперед Губанов. Бросок в дальнюю девятку на противоходе. Идет шайба в заградительное стекло. Иванова двое сразу пытается остановить. Пока не получается. Закрыта зона Павелом Лужковым. Наброс. Не видел полет шайбы. А Ячменев, но не пришлось, что называется, огорчаться. Еще один наброс. Уже на усы. Два игрока Сенцова там были. И поэтому успех определенный. Могли рассчитывать тонко игра. И сейчас Павел Лужков. Но Ячменев еще тоньше. Очень хороший отрезок дает команда Сенцова. Сейчас претендует на третью заброшенную шайбу. Дон вынужден обороняться. Еле-еле сдерживая атакующий порыв соперника. Еще один бросок перед собой Ячменев. Федяев проиграл шайбу. Канин с неудобной руки. И подбор за Невежиным. Не получается. У того выстрел. Никулен. Битеякен. Избавился в последний момент от шайбы. Еще Масав. Не играя с ним плотно Смаген. Битеякен уходит от одного. Бросает из-под второго. И Малкин зацепил. Полез шайбы. Второй волной от синерений прострел. Подбор за Федяевым. Бросок мимо. И Сенцов уже ответ свой пытается придумать. Проходит эта передача на Канина. Но положение вне игры. Фиксируется арбитром. Вроде бы Битеякен первым коснулся шайбу. Но в итоге, как мы видим, контроль у белых. Канин выносит просто шайбу. Отдавая ее сопернику. Но соперник вынужден начинать от своей зоны. Нет, все-таки было там положение игры. Это понял игрок Дона. Но как раз из-за этого атака потеряла темп. Бочаров Никулину. Он не уступил. Отдал передачу на Канина. Бросок точно в ловушку Ячменева. Который не останавливает встречу. Находит Федяева. Федяев включает ноги. Но оставляет возможность развития атаки партнеру. Прострел на диагонали через нейтральную зону. Перехватывается Бочаровым. Смагин. И невежен-то принимает эту передачу. Входит в зону. Ошибается с оставлением. Хорошая скорость. Никулин Бетейкин. Никулин сам тащит. Малкин. Шайба на пятачке остается и уходит. Все-таки в угол площадки Поляков грузит. Клюшкой играет Малкин. Оставляет шайбу в игре. Губанов. Читается эта диагональ. Бетейкин оставляет шайбу в зоне атаки. Никулин. Снова за ворота. Снова передача на усы. И подбор остается за Якунина. Бросок. Кончиком блина зацепил полет шайбы. Владимир Малкин оставляет счет прежний. В ротариф поте лица трудится у нас в третьем периоде. Бетейкин. Такое ощущение, что одиннадцатый номер не уходит со льда. Но может быть так оно и есть. Хотя рановато, конечно, да. Полной выкладки, что называется, еще играть больше десяти минут в третьем периоде. Киреев. Любит разыгрывать Дон на комбинации из-за ворот. Завозился Поляков. Обокрал его Губанов. 2-1. Ситуация. Подключается там еще Павел Лужков. Посту Губанова. И обратный перевод. Не получился. Ну и здесь тоже пытались уже второй волной атаковать хоккеиста Сенцова. Не получилось. Сыгнал Ичменев. Клюшки на перехвате передачи. Красников корпусом пытается оставить шайбу партнером. Не получается. Снова пытается убежать в контратаку. Денис Иванов. Подкидка на Губанова неудобна. Контроль, правда, остается за 17 номер. Прострел на пятак. Прерывается клюшкой соперника. И шайба уходит в заградительную сетку. Вбрасывание в зоне Адона. Выграно. Смаген наброс. Кончиком щитка играет Ичменев. Сотиков отработал назад. Входить в зону нельзя сейчас Никулин. Но понимает он это. Чуносов оставляет шайбу. Федяев на ходе Бетейкина. Бетейкин уходит налево. Скидывает шайбу направо. Сотиков снова контролирует свои же усы. Никулин неудобно не вкат. И все-таки бросок состоялся Чуносова. Тащит Малкин. На грани фула действовал там в отборе. Защитник Сенцова. Судьи прощают. Никулин бросок. Легкая добыча для Владимира Малкина. Сенус Чуносов сейчас по окончании своей смены. Руки так резко вскинул к небу. И опустил. Понимает то, что очень классный момент у него был сравнять счет. Не сумел он им воспользоваться. Может быть. Даже с учетом того, что играть больше половины периода. И такой возможности у него не появится. Но не будем спешить. Борются там хоккеисты у борта. Уже в партер переходит. Шишков сохраняет контроль над шайбой. Один из самых габаритных защитников этого финала. Контроль Никулин. Теряет он контроль над шайбой. Бочаров вклинивается в борьбу. Добирается до шайбы с помощью горного. Пытается Шишков отобрать. Каучуха. Ну и удается. Федяев. Лезет самостоятельно. Пускает его по левому флангу. Защита Сенцова. Зашвырит он шайбу. С учетом того, что выйдет она. В итоге она вышла на дальний угол площадки. И вышла вовсе за пределы площадки. Остановка с этим связана. Остановилась игра. Меченстве играет сейчас Сенцова. И уже нет. Достаточно просто развивалась атака сейчас Дона. И добиваются они успеха. Буквально там секунд 5-7 потребовалось им на реализацию численного преимущества. За выброс за пределы площадки шайбы был удален Сергей Горнов. И не пришлось ему долго там находиться. На скамейке Штатников. 2-2. Ну что ж, снова паритет у нас во втором матче серии. Беша выброс шайбы на проброс. Андрей Киреев сравнивает счет пока. Напряженный матч мы с вами наблюдаем. Но оно иначе, наверное, не может быть. Учитывая то, что идет уже финальная серия. Финальный раунд. Губанов борется с Поляковым. Часто мы эти микроматчи по ходу этой игры видим. На этот раз Поляков вышел победителем. Строуков. Ох, чуть было его в капкан-то не поймали в нейтральной зоне. В итоге шайба потеряна. Тонко играет Киреев. Но в положении вне игры оказался Соловьев. Поэтому остановка. Короткими сменами сейчас пошла игра. Но это не прихоть тренерского штаба. Играющая команда. Скажем так, вынужденные остановки. Связанные с нарушением. Развитие игры. Михайлов. Столкнулся с бортом. Потерял шайбу. Пытался остановить Бочарова. Но Бочаров гораздо быстрее. Выход 1-0. Бросок. Тащит Ячменев. Подбор за игроком Сельцова. Еще один бросок. И снова Ячменев, по-моему, сыграл щитком. Результативной могла оказаться эта ошибка Михайлова. Но обошлось. Смагин интересно действует. Подключаем Малкина. Малкин переводит шайбу на Горному. Горного там накрывает сразу двое. Битейкин. Бросок. На ребре стоял снаряд. И поэтому траектория была непредсказуемая. Пошел, правда, он выше перекладин. Никулин с неудобного кив в штангу заряжает. Сейчас 39-й номер. Немножко. Удача сейчас так улыбнулась, да, всеми 32-мя зубами вратарю Сельцова. Ну и наоборот повернулась филейными частями к нападающему Дону. Тут уж, как говорится, с какой стороны посмотреть. Канин подключение Бочарова в угол площадки получает он шайбу. И обратная передача на Денис Иванова. Прочитали развитие такой атаки. Битейкин всех объезжает. Один вдоль. Бросок. Выход шайбу с Сельцова борта. И Сотиков мешает совершить бросок. Никулин падает, видимо, уже по полной программе. Да, ноги забили всего этого нападающего. Но играть надо. Пауза хорошая. Прострел. Смагин. Выше перекладины. Шайба идет. Хорошая возможность упускает сейчас в защите Ксенцова. Киреев. Сотику противостоит пятому номеру Дона. И очень даже успешно. Денис Иванов. Набирает скорость самостоятельно. Сталкивается с обороной. Оставляет шайбу партером. Перевод на правый фланг. Бочаров. Прострел. А может быть бросок шайбы под вратарем. Возмущает сейчас Михаил Ичменев. Шайба была под вратарем. Да, там где-то между щитков. И возмущается Михаил тем, что был удар клюшкой по его щиткам. И что он... А какое решение примут арбитры? В Брасвине. Возобновит нашу встречу. В Брасвине в зоне Дона. Четыре минуты и пятьдесят семь секунд осталось. Уже меньше. До конца третьего периода. Два-два. Во втором матче финальной серии. Киреев. Идет шайба на лицевый борт. Строков там сейчас борется с Расказовым. Шайба то у Дона. А вот Расказов какой-то ерундой занимается. Выключившись полностью из атаки своей команды. Красников. Тонкая подкидка. Но во внешнюю сторону сетки. Борется Расказов. Снова на Красникова. Красников грузит на пятак. Подбор. Вроде бы за Киреевым. И снова Киреев. А нет. Якунин закроет борт. Уходит он от Губанова. Пытается помешать Глушков. Ушел и он и от него. И здесь. Снова Якунин сохранит контроль. Два игрока на пятаке. Малкин добирается. Добирается до шайбы первого. Атака игрока не владеющего шайбой. Ну и сейчас уже пошли разговоры о скамейке. За атаку игрока не владеющего шайбой. И сейчас уже пошли разговоры о скамейке. И сейчас уже пошли разговоры о скамейке. И сейчас уже пошли разговоры о скамейке. Ну что же. На шанс у Дона. Напомню. Да. За атаку игрока не владеющего шайбы отправлен Кирилл Струков. Две минуты испытания для хоккейного коллектива из СНЦО. Выброс шайбы удачный. Ячменев скорее всего вступит в игру. Да. Остановил шайбу для партнера. Федяев. Хиксанул. Он все-таки нашел крюк партнера. Да. И не соперника. Никули на передачу. Сумел он на катании подстроиться. Лезет сам. Сохраняет контроль над шайбой. Оставляя атаку в зоне. А вот это не совсем понятное решение. Смайнин должен оказаться первым. Выбрасывает он на противоходе своему движению. Хотя казалось бы логичнее было выбросить шайбу через ближний борт. Завязывается борьба. Шайба застревает. Там сжата она в борт. Высматривает лайнсмен. На движение шайбы. Вот она потихоньку полегонько все-таки выходит. Выходит из зоны. Больше. Чуть больше минуты. На реализацию лишнего у Дона. Перевод. Нет скорости. Нет скорости. Он на падение. Битейкин уезжает от Сотикова. Бросок в ближний угол. Малкин хладнокровно действует. Падение Канина. Якунин не сумел закрыть шайбу в зоне атаки. Федяев быстро, быстро очень возвращает атаку в зону соперника. Хоккеисты Дона. Чуносов. Подключение Никулина. Никулин обратно на Чуносова. Канин накатил на Чуносова. Открылся Якунин. Бросок в ближний угол не получается. У девятого номера. 25 секунд до выхода пятого полевого игрока. Федяев залп. Подставление там чье-то было. И шайба пошла мимо створки ворот. Играет просто Бочаров. Выбрасывает шайбу. И позволяя своим партнерам совершить достаточно относительно спокойную смену. Учитывая то, что играет Сенцова в меньшинстве. Бетейкин по канадской системе пытается войти в зону. Через считанные секунды выходит на лед. Пятый полевой игрок Кирилл Струков. Вышел на ледовую гладь. А это значит то, что Сенцова в полном составе. Как ни пытались хоккеисты в зеленой форме. Да, реализовательное честное преимущество у них не получилось. Здесь недозволенным приемом излишне старался остановить Бешу Сергей Якунин. И неправильную атаку углядел там Валерий Симонов. Поменялись сейчас команды местами. Таким образом, при лучшем сценарии для Дона, Сенцова будет играть до конца третьего периода с преимуществом в одного игрока. Я так понимаю, тайм-аут берет Дон. Оно, в принципе, абсолютно логично. Есть что обсудить сейчас с партнером. Дон сейчас находится в такой же ситуации, в которой находился их соперник буквально парой смены назад. Такие вот получаются равновесные шансы в концовке третьего периода получают команды. И нюанс в том, что Дон уже свой шанс упустил. Посмотрим, как попробует хоккеист Исенцова вырезать численные преимущества со своей стороны. Спецбригада у Исенцова следующими людьми представлена. Денис Иванов слева, справа Александр Губанов на точке. То есть в центре играет Сергей Бочаров. В защите Дениса Беша и Кирилл Струков. В брасл не выиграл Бочаров. Сразу же пытался нанести бросок с точки. Помешал ему защитник. Закрыто шайба в зоне Струков. Наброс. Рикошет. Нет. Шайба идет на Полякова, который выбрасывает ее со вздохом облегчения. Прессингует Никулин. Малкин оставляет шайбу Струкову. Беша из-под давления находит Бочарова. Бочаров на Губанова. Потеря темпа развития атаки. Из-за этого неточного пасса. И Дон этим пользуется. Неточный пасс. И проброс. Проброс. И, собственно говоря, шайба выносится в зону уже Сенцова. Ну и спецбригада Мещенства, которая еще и в большинстве это может что-нибудь создать. Сергей Никулин, Андрей Киреев. Максим, конечно же, Бетекин и Павел Поляков. Обороняется у Дона. Ну как, обороняется. Смотри, сейчас Киреев пытался даже совершить атаку. Но в итоге у нас снова очередная остановка. И меняет состав Сенцова, как мы видим. Но не полностью. Канин, Горнов, Бочаров остается, как я понимаю, в центре. Вторая пара защиты появилась у Сенцова. В общем. Ай-яй-яй-яй-яй. Бросок на юг, Биба. Мог сейчас живнющую точку поставить. При игре в Мещенстве Сергей Никулин. Прицел. Немножко сбился. Горнов. Ничейный счет, напоминаю. Идут у нас последние 40 секунд третьего периода. Никулин понимает все. Не будет он рисковать. Просто так второй вираж в сторону ворот закладывает. На этот раз лезет самостоятельно. Протыкает шайбу вперед в углу площадки. Смагин играет в сдерживающей позиции. Прострел на пятак. Перехватывается крюком Малкина. И в итоге Бочаров отбивает шайбу на своих партнеров. 15 секунд. Горнов. Подкидка на Канина. Канин. В двух сопротивления встречает. 9 секунд. 8. Скидка на Смагина. Шайба остается в зоне. 3 секунды. Канин. Надо бросать. Нет. Таким образом завершается у нас основное время второго матча финальной серии. Ничья 2-2. Поэтому сильнейшего выявят команды в серии послематчевых бросков. И все готово к началу послематчевых бросков. Сергей Якунин отправляется на скамейку штрафников. Он не сможет принимать участие. Из-за того, что штраф его еще не закончился. Но на исполнение броска выступает нападающий Дона. Или нет. Красников сейчас подъехал. Что-то пытается сказать судье. Да, Денис Ченосов. Все-таки он будет начинать серию послематчевых бросков. Против Владимира Малкина. Хороший разгон берет сейчас нападающий. Идет по центру. Бросает. В дальнюю. От своего хвата девятку. Точно. Паутиночку. И счет у нас открыт. В восторге заходятся болельщики Дона. Вадим Канин будет отвечать. Улицами Вадим Канин. А у нас в Сенцовку. Поспокойнее разгон берет сейчас 23 номер. Финт. И шайба. Очутилась в воротах. Быстренько перед носом сейчас у Ячменева. Канин переложил шайбу. И купился на это Михаил. Собственно говоря, поэтому он раскрыл дальний угол. Куда и отправил снаряд Вадим Канин. Андрей Киреев отправляется на лед. Посмотрим. В темпе исполняет пока булиты хоккеисты Дона. Бросок Доник. Шайба у Владимира Малкина. Отпустила, но и на волю. И довольный такой постукивая по щиткам. Покатил на скамейку запасных. Вторая попытка. Конечно же, Александр Губанов. Может сейчас все решить капитан Сенцова. Финт. И все-таки Ичменев успел закрыть дальний угол. Положил он четок. И туда-то и была отправлена шайба. Пущеная Александра Губанова. Ну что же, если сейчас не реализует попытку Юрия Расказов, то все заканчивается. Для Дона третья попытка. Тишина у нас на ледовой площадке. Финт. Бросок. Тащит Владимир Балкин этот булит. И дарит. Или не дарит. Нет. Последняя попытка из трех. Сергей Бочаров. Поспешила. Сейчас Сергей Бочаров и Михаил Ичменев может сейчас поставить точку. Сергей. Бросок. Домик. И шайба. Осталось. Осталось. И Михаил Ичменев. Вот так он и играется. Дирижирует. Ну просто. Матч всех звезд устроил Михаил Ичменев. И сейчас очередность у нас меняется. Три попытки исполнили. Команда 1-1. По реализованным попыткам. И начинает уже Сенцова. Вадим Канин. Выбросок. Вадим Канин. Команда Сенцова. Второй выход на лед у Вадима Канина в этой серии. Не стал мудрить Вадим. Хлеско бросил в домик вратарю и попал. Что ж. Если сейчас промахивается нападающий Дона, Денис Ченосов, то все заканчивается. Синий Матгай на вооружении у Дениса Ченосова. И разгоняется он. Бросок. Эмима идет в исполнении Дениса Ченосова. Заканчивается второй матч финальной серии. Победа Сенцова. Счет серии становится равным. 1-1. Завершаем репортаж. Вел который для вас Сергей Рогов. До новых встреч на ледовых баталиях. Хоккеем занимайтесь. Смотрите финальную серию. Пока.